Военная обстановка в Сирии 4 июня 2018 года 3 июня на юго-востоке провинции Дер-Эззор, сирийские правительственные силы отразили атаку ИГИЛ на свои позиции к востоку от города Хасрад. Согласно сообщениям, ИГИЛ с помощью малых лодок пересекли Ефрат, высадились на западном берегу и затем провели атаку. С учетом того, что террористы пришли с того берега реки Ифрат, который контролирует поддерживаемые США СДС, сирийские демократические силы, некоторые источники, лояльные Дамаску, вновь обвинили коалицию во главе с США в поддержке деятельности ИГИЛ против лояльных правительству сил на востоке Сирии. В то же время местные источники сообщили о том, что между СДС, то есть преобладающими в их составе курдскими формированиями YPG-YPJ, и сирийским правительствам заключено соглашение касательно раздела добываемой на месторождении Амар нефти. По информации турецкого государственного новостного агентства Надолу, YPG будут передавать сирийскому правительству 100 баррелей нефти с месторождения в обмен на 75 баррелей топлива. Нефтяные месторождения Амар являются одними из крупнейших в Сирии. СДС заняли их в октябре 2017 года. 2 июня появились сообщения о том, что в пустыне Хомс-Дейр-Эс-Зор, сирийская армия, поддерживаемая Ираном формирование, готовится начать военную операцию против ИГИЛ. За последние два месяца сирийская армия дважды штурмовала ИГИЛ в данной пустыне. Однако атаки были ограниченными, поскольку лояльные правительства формирования боролись с боевиками на других фронтах, в основном вокруг города Дамаск. Сейчас в распоряжении сирийских военных находится гораздо больше ресурсов для того, чтобы зачистить пустыню. Некоторые источники связали данные события с предполагаемым соглашением, заключенным между ключевыми игроками, влияющими на данный конфликт. В соответствии с данным соглашением, Иран предположительно выведет свои формирования из Южной Сирии. В свою очередь, сирийская армия восстановит контроль над границей с Иорданией, а также возле линии соприкосновения с израильскими силами. Однако министр иностранных дел Сирии Валид Муалем заявил о том, что никакого соглашения не будет до тех пор, пока район Ат-Танф оккупирован коалицией во главе с США. Таким образом, даже если и вышеупомянутые соглашения проработаны, то его реализация по-прежнему находится под большим вопросом. Продолжение следует...